Новый фильм расследования редакции «Момент истины». В России по подозрению в экономическом преступлении в следственных изоляторах содержится около 6 тысяч человек. Предприниматели попали в особую группу риска. Риска с большей долей вероятности попасть под пресс правоохранительной системы. Причем для этого даже не обязательно быть собственником бизнеса. Достаточно занимать управленческую должность. И этой эпидемии пока не видно конца. Что в очередной раз подтверждает ситуацию с заместителем генерального директора общества вагоноремонтная компания «Три» Александром Петровым. Хотел бы отметить, что Александр Владимирович Петров своей вины не признает. И в принципе, даже если бы его вина в чем-то и была, то в любом случае это преступление экономическое. А это значит, что по статье 108 Уголовно-процессуального кодекса задерживать его, заключать его по стражу, нет никаких оснований. Моего супруга полгода назад, можно сказать, похитили сотрудники следственных органов с места работы. Двое суток мы о нем ничего не знали. Где он, что он... Лишение свободы от этих слов становится не по себе любому нормальному человеку. И поэтому следствие часто использует их как инструмент, как средство давления, даже когда состав преступления не очевиден. Тем более, факт причастности к нему Александра Петрова. При том, что у следствия нет никаких доказательств того, что лично Петров как-то обогатился от той деятельности, которая ему инкриминируется. Что он вообще какие-то поручения давал незаконные. Все только со слов каких-то свидетелей, которые ничем не подтверждаются. Поэтому говорить о какой-то серьезной доказательной базе у следствия не приходится. Почему мой муж должен находиться там? Что он может якобы сбежать, оказывать давление на каких-то свидетелей и так далее и тому подобное. При этом у супруга даже нет заграничного паспорта. Мы не выезжаем. Даже в отпуск ездили один раз. И то он все время был на телефоне, потому что он не может уехать никуда. Потому что являлся человеком, который настолько ответственно относился к своей работе, что это было очень важно для него. При этом нет никакой недвижимости за границей, нет никаких предпосылок или доказательств того, что он может скрыться. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Из-за трактовки избранной следствием Александр Петров уже шесть месяцев находится под стражей. Фактически по экономической статье, по которой максимум предусмотрен домашний арест. Но следствие пошло другим путем. И как это назвать, если не давлением? Как его задерживали и в каких условиях он содержится сейчас, говорит о возможном применении к нему недобросовестных способов расследования. То есть, когда он был задержан, он имел право на защитника, поскольку он уже был подозреваемым. Однако это право ему не было предоставлено. Он имел право телефонного звонка, тоже ему никак не было предоставлено, при том, что у него два малолетних ребенка, жена. Они не знали о том, что он задержан. Они вообще не знали, что с ним происходит. То есть, его просто взяли в Москве, в его кабинете вывезли, увезли в Белгород. И там уже только через какое-то время предъявили ему обвинение. У нас четверо детей, двое несовершеннолетних. Естественно, дети спрашивают, где папа. И каждый раз приходится объяснять, что папа в командировке. И не можем сказать, что с ним происходит на текущий момент. Но при всем при этом было разрешение на осуществление телефонных звонков, чтобы хотя бы он имел какую-то возможность с ними связаться и поговорить, чтобы они его услышали. Но долгое время не давалось. Разрешения были, но тем не менее звонки осуществить он не мог. Объяснялось это разными причинами. Каковы цели следствия? Разобраться в деле по-настоящему и объективно или решить какие-то свои задачи. Начиная с момента задержания Петрова до сегодняшнего дня, многое, что с ним происходит, указывает, похоже, на какой-то особый интерес к делу со стороны следствия, далекий от задач правосудия. То обвинение, которое ему предъявлено, и то, что под стражу он не может быть заключен, но при этом под стражу он почему-то находится, заставляет задуматься о том, что заключение его под стражу используется просто как недобросовестный метод расследования для того, чтобы оказать давление, получить какие-то показания. Стоялась у нас беседа с прокурором и с руководителем следователя. На этой беседе было сказано о том, что ожидает или что все-таки, что необходимо, потому что все, что происходит, с учетом всех доказательств, которые предоставлены стороной защиты, он там находиться не должен. Но тем не менее, мне было сказано о том, что хотят. Это то, чтобы мой муж признался в том, что он это совершил. Закон явно говорит о невозможности лишения свободы на время следствия по экономической статье. Но лишиться такого средства давления следствие готово не всегда. Когда прекратится незаконная практика и что для этого нужно? Редакция «Момент истины» попробует разобраться в новом фильме расследования. Субтитры создавал DimaTorzok